Бабу Мират Ат-Тагдир Алихтиад Бабу Мират Алихтиад Бабу Мират Алихтиад Бабу Мират Алихтиад Бабу Мират Алихтиад И мама получит 1 четвертую, а не 1 восьмую. Потому что это мама является кем? Женой покойного. Жена сколько получает? Если ребенок родится живым, она получит 1 четвертую из-за наличия ребенка. А точнее сколько? 1 восьмую из-за наличия ребенка. Если ребенок родится живым, тогда она получит сколько? Сказали 1 восьмую. Если родится умершим, получит 1 четвертую. Можем мы сказать, ладно, хорошо, будем предполагать, что ребенок, допустим, родится мертвым. Дадим ей 1 четвертую. Потом, если ребенок родится живым, заберем у него обратно и отдадим ребенку. Или как в этом случае поступать? Нет, в этом случае ученые говорят, не так мы поступаем. Мы поступаем наоборот. Даем матери минимальное предположение. То есть по минимуму, сколько только ей может быть. Представляем, что родится ребенок живой-здоровый. И отдаем ей пока 1 восьмую. Говорим, на, ты свою 1 восьмую получи, потому что ты ее получаешь при любом раскладе. 1 восьмую. Поэтому пока забери 1 восьмую, если ребенок не родится, в смысле родится умершим, тогда мы тебе добавим. То есть добавим до 1 четвертой. Это называется как? Алихтият. На всякий случай. То есть мы тебе сейчас даем на всякий случай только 1 восьмую, не даем 1 четвертую. Потому что если мы тебе сейчас 1 четвертую дадим, потом ты эти деньги протратишь. Потом, когда ребенок родится, откуда мы ребенку возьмем эти деньги? Понятно ли нет? Потом придется нам считать тебя должником и тому подобное. Потом придется забирать у тебя деньги в качестве погашения долгов. А это уже проблема. Поэтому мы тебе даем на всякий случай пока меньшую твою долю, которая точно за тобой закреплена. А если будет тебе больше, додадим. Дальше додадим. Это называется алихтият. Просто для чего это все объясняли? Чтобы вы поняли, что значит слово тахдир и что значит слово алихтиад. Тахдир это прикидка, предположение, что будет в будущем. А алихтиад это когда раздается всем, кроме плода, его наследство по минимуму пока. Тахдир говорит, что значит прикидка. Если мы говорим о беременной женщине, то прикидка бывает относительно нее, что она может родить мальчика, а может родить девочку. Может родить живого, а может родить вообще умершего, так что его не будет на самом деле. Она может родить несколько сразу детей, а может родить только одного. То есть может она родить двойнюю или тройнюю, может родить, а может родить только одного. Это говорит относительно беременной женщины. Вот фильмов Куд. Что касается утерянного человека, то какая прикидка может быть, что он живой и что он мёртвый? То есть человек пропал без вести. Относительно него может быть одна из двух ситуаций. Какая одна из двух ситуаций? Либо он жив, либо он мёртв. Будем считать наследство как? Вот поэтому, по этим двум ситуациям. Будем представлять, как будто он жив, потом будем представлять, как будто он мёртв. Говорит, вам нас закурывали у носа фельхонса, а относительно гермафродита мы, говорит, разбираем. Будем разбирать прикидку какую, что он мальчик и что он девочка. Будем думать, что он мальчик, а также потом будем думать, что девочка. И исходя из этого уже делить наследство. А под словом Алихтиад, что имеется ввиду? Говорит, это когда мы отдаем то, в чем мы убеждены, то есть отдаем минимальное наследнику, а то, в чем мы сомневаемся, делаем талакку. Мы в этом приостанавливаемся. Как мы сказали про маму, даем ей пока одну восьмую, потом говорим, если родится у тебя плод умерший, то дадим тебе сколько? Одну четвертую. Да дадим тебе и дополним до одной четвертой. Ясно, что такое Алихтиад? Теперь далее. Относительно беременной женщины отдельный раздел. ...человека, то какая прикидка может быть, что он живой и что он мертвый? То есть человек пропал без вести. Относительно него может быть одна из двух ситуаций. Какая одна из двух ситуаций? Либо он жив, либо он мертв. Будем считать наследство как? Вот поэтому, по этим двум ситуациям. Будем представлять, как будто он жив, потом будем представлять, как будто он мертв. Говорит, ва миназзукуру валь унуса фельхонса, а относительно гермафродита, мы, говорит, разбираем. Будем разбирать прикидку какую, что он мальчик и что он девочка. Будем думать, что он мальчик, а также потом будем думать, что девочка. И, исходя из этого, уже делить наследство. А под словом Алихтиад, что имеется в виду? Говорит, Это когда мы отдаем то, в чем мы убеждены, то есть отдаем минимальное наследнику, а то, в чем мы сомневаемся, делаем талахку. Мы в этом приостанавливаемся. Как мы сказали про маму, даем ей пока одну восьмую, потом говорим, если родится у тебя плод умерший, то дадим тебе сколько? Одну четвертую. Да дадим тебе и дополним до одной четвертой. Ясно, что такое Алихтиад? Теперь далее. Относительно беременной женщины отдельный раздел. Говорим, если родится у тебя плод умерший, то дадим тебе сколько? Одну четвертую. Да дадим тебе и дополним до одной четвертой. Ясно, что такое Алихтиад? Теперь далее. Относительно беременной женщины отдельный раздел.